Уважаемые члены Градсовета, приглашенные, время вводя не отпускное, но явка впервые за судом на историю Градсовета составляет рабочий полумно-нефорный. Какие будут предложения? С учетом того, что ворон есть, все-таки провести заседание, тем более, что у нас не так от него вопросов, даже с точки зрения явки заявителей, тоже не все нормально. Так? Так, по вопросам повествия нет. Какие есть замечания? По четвертому вопросу инвесторов. По-моему, насчет инвесторов. В общем, очень давно. Ну да. Вы хотите политический сказал? Есть предложение по повестке? Привести в соответствие инвесторов, которые фактически обратились с теми или другими вопросами, внести соответствующие изменения. Если есть замечание по повестке дня, надо просто проверить рассмотрение. Я так понял, что одна буква иногда может быть военные действия. Я так понял, что Галина Андреевна появилась, поэтому будем исследовать по повестке дня. Так? Докладчик кто? Докладчик я сама. Вот так. И докладчик, и инвестор, и архитектор, и разработчик, и проекта. Галина Андреевна. Скоро Галина Андреевна, я хочу некоторую информацию дать о том, что, наверное, все знают. Мы давно ведем поиски вариантов реконструкции центрального, ну, его называют в народе фонтана. В общем-то, это когда-то было построено градирня по Неверману. Значит, наверное, он уже изжил свои все возможности и как градирня, и тем более как фонтан. Находясь в центре города, конечно, требует полной модернизации и новой даже идеи. Вот одна из идей. Мерман, пожалуйста. Да, конечно. Одна из идей, представленной в этом время. Это не значит, что это окончательный вариант и что он уже будет утвержден. Но, наверное, для того, чтобы как-то побудить других стать соперниками Галины Андреевны, мы заслушаем в начале ее предложения. Тем более, что он достаточно интересный. Пожалуйста. Подписывайтесь. Поехали. Поехали. Ну, мы все знаем, что Путинбург и сегодняшний фонтан, допустим. Сказал фонтан, что в прошлом, допустим, устроен, как резервуар для ВГТ ОН-Вермана. И поэтому, ну, еще, допустим, сказали, что мы все с вами здесь знаем, допустим, что это фонтан, который можно с помощью воды и света сделать очень красивое зрелище, который, или любой фонтан, может украсить и город, и площадь, и любой парк, и свет. Я очень надеюсь, допустим, что то, что мы этим предлагаем, допустим, мне понравится, мне нравится нашу площадь. Как того, я приготовила два варианта. Один вариант, допустим, данный, я показала, допустим, второй вариант, допустим, на какие-то слова идей, он раскрыл его потом. Вот этот вариант, один фонтан, допустим, это получается в стиле модер, больше ориентировалась на площади, на то, что получается, что есть инвермарк, долгий фонтан, 14-этажник, который строится в стиле модер. И поэтому пошли два три варианта. Он состоит из двух каких-то фонтанов, один в форме, я знаю, слезинки, назовем его, а второй в круглой форме. В этом большом фонтане получается, что… А слезинка почему? Клакать будем? Нет. Клакать. Надо какую-то другую ассоциацию. Ну, давай давай ассоциация. Сама композиция состоит из много шаров разных размеров, до 45 см до 8 см на разных уровнях, которые в ночное время будут светиться разного цвета, будут меняться цветовая гамма. Ну, можно дать, например, сюда, чтобы можно было видеть. Вот этот маленький фонтан, который, ну, получается, не такой уж маленький, по-моему, по диаметру получается там 9 метров. На этом фонтане, получается, что идет группа, не знаю, фурсунок, которые тут идет сбоку, и посередине того в этом фонтане самая высокая струя вода, которая, по идее, должна дойти до 15 метров. Но она должна переконять вот это, потому что наделено, главное его, его красота, главное вот это состоит в том, что, допустим, что нам, допустим, в этот струя вода, такая пенисто, она должна бить очень-очень высоко. Очень красивая, получается, что в виде круглых плит, допустим, сделана лестница, которая поднимается и спуткается. Эта лестница, там получается, что тоже 3, самая большая, только 3,9 метра такой диаметра. Получается, что из больших таких вот круглых, получается, что такая площадка, где-то можно посмотреть на фонтан, где-то можно фотографироваться, где-то можно просто наслаждаться. Еще в этом комплексе, допустим, получается, что это с молотом лошад, и тут, получается, что только пока тут. Но я все-таки думал, что если в натуре, допустим, это все укрепится, там еще делается там водитель цветов. И у меня такое мнение, допустим, прислушивалось еще мнение специалистами с артикора, что какие-то столики с одной и другой стороны, а та с какой-то полностью гармонии вот этого, вот этого фонтана. Почему? Потому что подходят люди, то есть ребенок с того, в котором можно быстро стоять, что есть. Но при этом, допустим, все-таки, ну, доступ к лошаднам со всех сторон. Ну, главное, по-моему, поэтому все. Вопросы? Галина Андреевна. Уважаемые ученицы, на самом деле. Мне нравится, мне нравится. Вопросы? Галина Андреевна. Предполагается, кто-нибудь фонтан организовать какую-то торговлю? Я вижу, да? Там, получается, что немного стоит, кроме с одной стороны, но с другой стороны. Я на самом деле могу сказать. То есть те, кто интересуется или кто слышал о данном проекте, должны понимать, что это не будет не просто фонтан, а как бы комплекс торгового объекта с фонтаном. Так, количество предполагаемых посадочных мест, сколько? Там я даже не посчитала. Там, по-моему, 400. Ну, сколько? 400, 40, 10, 12. Нет, нет, нет. 40 посадочных мест. Ну, там, конечно, нет. Получается раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, получается, семь, восемь, девять, десять. Десять стоит. То есть можно высказать предположение, что будут записываться в очередь. По свидетельству. Что предполагается в зимнее время? Это, я понимаю, в летнее время, там, вижу без навеса. А в зимнее время, конечно, это оружие будет законсервировать вот это. Почему? Потому что мы себе сами, допустим, понимаем, что содержать такую огромную, допустим, площадь, такую огромную массу в отеле – это стоит деньги. Это стоят деньги, немалые деньги. И сам проект вот этого тоже, допустим, у него есть расчеты, получается… Как и все фонтаны, получается, такой дорогостоящий. Ну, это не работающий в зимнее время. Нигде фонтаны в зимнее время не работают. Как и что в Дубае может быть работать? Еще вопросы? Двести. Двести шестьдесят восемь тысяч. Двести шестьдесят восемь тысяч. Так, члены совета, пожалуйста, не сказывайтесь. Если вопросов нет, то ваше мнение. Нужно ли я пока нахожу по второму варианту, а потом, допустим, сделаем КПТО? Ну, пожалуйста, для вопросов. Хотите, чтобы вы сразу по двумы сказывали? Да, да, да. Вы сами себя создаете только конкуренцию. Да, да, да. Я неделю назад вернулась в Франции в Крым. Ой, в Версале бывает. Потом мне было приглашено нашим партнерам по бизнесу. Они устроили свои жюри прямо в Версале. Ну, конечно, допустим, возможно, что три дня, допустим, погодить в Версале. Это можно было изучать, можно было, допустим, восхищаться, можно было, допустим, там. Что поколение, поколение подряд сделали такую красоту, которая на столетии уже стоит и будет стоять еще, допустим, там столетия. И вы все знаете, допустим, что мой конюк – это классика, которая мне на самом деле очень нравится. Я считаю, что классика – это в прошлом, но в настоящем и в будущем. Классика – это красиво, с которым можно нельзя сравнить еще. Я фонтан, который, хочу его представить сейчас. Это фонтан где-то в классическом стиле… нет, не с этого. Начинаю. Начинаю фотографию. В классическом стиле… нет, нет, нет. Деский герой. И этот вариант, который я представляю, он похожий где-то с фонтаном «Версалия» в Антоне и букинский фонтан. Он из Чикаго. Этот фонтан представляет себе такой трехъярусный фонтан. Как видите, можно сказать, допустим, трехъярусного стола. Если получается, что нынешний фонтан занимает площадь 25 метров на трите, получается 25 центов на трите. Этот фонтан, если взять батарею, этот фонтан получается площадь 25 на 25. В диаметре 25. Да, 25. Это получается, что мы вложили, допустим, в ту площадь, в которой существует сейчас. Этот фонтан представляет себя, как я сказала, трехъярусный фонтан, из-под которого, допустим, углядывает такая полностью стеклянное здание. Второй ярус, допустим, выходит в виде соколя и создаёт, допустим, вот это и, допустим, что работает террасу, которую, допустим, вы можете представить, что какая, допустим, там, не знаю, прейсовая, она сидит на террасу, когда, допустим, на тебя падает, допустим, такая, не знаю, ливняя вода. Внутренняя часть эксплуатируемая. Да, внутренняя часть эксплуатируемая, получается. Получается, что с четырех сторон есть по, допустим, 14 красивых фонтика. На каждом блоке расскажем, что в какой-то композите есть трех лошадей. Почему я остановилась на эти лошади? Потому что, так как все мы в нашем городе, это лошади. И в чем-то, в смысле, что это было связано. В том связи, вы видите, есть еще лошадь фонтана, которая идет снизу, и еще что-то фонтана, который идет во середине. Потому что, получается, что он берет фонтан сверху и берет фонтан снизу, значит, какой будет получается. Если взять, допустим, в ночное время, это вода в композиции со светом, это будет, допустим, настоящий шел. Почему? Потому что первоначально были показаны картинки, которые были, допустим, ночного видения. Или оно будет множеством сведейников, прожекторов, которые будут меняться цветами, будут сосовать световой шел, допустим, ночной вид. И, допустим, тут получается, что опять идут на лошадь. Тут вязание поставили столики, но от этого пути не было задачи. Почему? Потому что больше всего, допустим, я хотела поставить, допустим, на один такой круг со стороны, с той стороны. Посадить здесь такие дерева в Павлоне. Это очень красивые деревья, которые, допустим, не длились до 70 сантиметров. Сельцок растет вот такой, в виде конца полководчиков до 50 сантиметров, который растет в течение 3 лет, допустим, до 15 метров. Который можно создавать, допустим, немножко закрыть. И, допустим, та страна, которая идет в интернете, допустим, эту сторону, чтобы больше, допустим, ему раскрыть, то он, допустим, там есть аллеи классических, что там паспортный стол, чтобы, допустим, больше в классике. Не знаю, мне вот этот вариант граница намного больше, чем первый вариант. Если взять, допустим, по объему воды, которая, получается, площадь воды, которая есть вокруг, то получается, что тут получается 500 градусов метров. Одно, если взять 70 сантиметров, то получается, что где-то 350 кубов воды. Ну, если в литре, то получается 350 тысяч литров воды. Этот фонтарм еще нравится с той стороны, что его можно, конечно, в зимнее время, допустим, свет можно оставить, а при работе насосов, допустим, можно сохранить, чтобы вода ему не завезла. Поэтому, допустим, насосы могут не работать, а вода на можно, допустим, сохраниться, если будет движение воды, допустим, там, вот это то, чтобы ее сохранить. Хотелось, допустим, чтобы этот проезд ему какая-то любительная карточка города, чтобы там люди на самом деле записали заранее этот проект. И приезжали спорезом к краю. Да, я бы хотела, чтобы он был совсем на обложке, чтобы он был пристроен золотистого цвета, и знание тоже, допустим, золотистого цвета, чтобы он был, допустим, в таком белосолотистом цвете. Внутри помещения, получается, что имеют высота, допустим, снизу до вот этого 9 километров, самого помещения внутри, получается, там, около 100 квадратных метров, это небольшой, допустим, помещение, но так как, допустим, внизу можно делать, кухню, можно сделать развивалку, можно сделать пометок, можно делать, допустим, такой очень-очень красивый, очень-очень интересный ресторанчик. За все, чтобы у нас самое короче, я уже могу сказать. Спасибо. Вопросы? Уважаемые учреждения, советы. Ну, если открыть, откроется схема, там, вот эта схема, или намного… Вы еще не все сказали? Хотела показать еще более раскрыто. Я думаю, что уже сама идея ясна. Валерий Васильевич, придется, как сказать, эту тематику… Сносить все вокруг… Ну, сейчас он идет классический, почему ему реконструировать? Все равно, допустим… Ему дело не могут быть… Ему дело не могут быть, допустим, там, год или полтора, два года назад. Ну, розовый, естественно. Розовый, нет. А предзолотой, на новом кольце, нет. Ну, там получается, что есть, допустим, схема, допустим, как надо, призы видно, знаешь, вот это все. Ну, понятно… Хорошо. Идея сама понятна. Я думаю, что до деталей еще не хватает. Пожалуйста, по самой идее… Да, да, да. Что-то есть, допустим, но там, получается, есть дальше. Посмотрите дальше там. Нет. Нет. Хорошо. Пожалуйста. Мнение. Там есть и схема на всех. Что? Нет. В полуиаду лица, извините. В полуиаду лица, вот строительство, капиталы… Сколько там зданий… Ну, вопрос в другом, наверное, на самом деле. Насколько эта конструкция с точки зрения архитектурной политики вписывается в ансамбль зданий, расположенных на площади? Ну… Можно взять шинчужину, так сказать, и поставить ее… Я знаю, куда… Ну, я считаю, что она вписывается, допустим, в том, что есть у нас классика на площади, если взять. И… Ну, понятно. Ваша или ваша точка зрения? С этой точки зрения есть специалисты, допустим, архитектуры, которые… Архитектор, которые могут сказать… Или доработать. Да, или доработать. Так, пожалуйста, вопрос. Этот проект не посчитан еще почему, потому что я говорю, что я… Приступило время вопросов и ответов. Значит, если ставлю их двух вариантов, то они чуть-чуть отличаются по… По стилю. Если первый мне понравится лишение одного контента или сентиментного стиля, то второй явно какой-то классический стиль… Рок. Рок. Рок по украшению. Если сравнивать, что бы было лучше для того места, Можно, конечно, определить, что второй вариант интереснее. Он, наверное, и дорогостоящий, но интереснее с точки зрения архитектора. Это действительно как украшение. Насколько это увязывается с окружающей средой? Конечно, оно тяжело вяжется в окружающий ландшафт, но, может быть, там рядом есть та колоннада, та аллея классика, где-то намёк на какую-то классику есть, но правильная архитектура иногда делает исключение. Не всё, не весь город делается в каком-то одном стиле. Поэтому, имея хороший объект классического характера в центре, который служил как украшение, я считаю, что это имеет шанс на осуществление. Право на жизнь иметь. Спасибо. Пожалуйста. Я думаю, что, хоть он немножко отличается в смысле, а там универмага немножко фонд услужит, он очень интересный, и там показана картина вроде мощная, а он не мощный, там высотой так уже высокая и как раз очень близок. 9 метров. Для площади это немного. И за счёт благоустройства, как сказал Галина Андреевна, что сзади как раз можно фонд создать. Он сделан за счёт универмага, как раз очень хорошо вписывается с колоннадой. И с ЗАГСом там есть поддержка. Но сам фарш, если классика, он не обязательно, действительно, чтобы мы сделали все одинаковые здания. Должен быть как жемчужина. Должен быть какой-то с его городом. И он будет работать, кстати, и зимой, как архитектура, малой формы. И летом, как вместе с этим феерическим цветовым освещением фонтана. Так что, мне кажется, второй вариант это более приемлемый и интересный. Хотя, первый, он открывает площадь. Больше, в смысле, больше воды, больше свободы. Но он это для города более значим. Вот мое мнение. Спасибо. Ещё, пожалуйста. Нет больше желающих, не сказаться. Тогда будем подводить некоторые итоги. Я хочу сказать, что вначале выразился о том, что это одна из первых попыток решить проблемы данного наёма. Вот так его назовём сегодня. Наверное, очень похвально то, что Грина Андреевна не пугает её объёмы строительства. Желает что-то привнести новое в архитектуру центра города. Поэтому, я думаю, тут однозначно должна быть поддержана сама идея. Но я хотел бы подчеркнуть, что если мы дойдём до стадии реализации, то, наверное, мы должны помнить о том, что могут быть и другие предложения. Потому что у нас как-то ничего никто не делает, вроде никому ничего не надо. Как только появляется, поэтому возникают вопросы. Почему Грина Андреевна? Почему не кто-то другой? Я ответил заранее то, что Грина Андреевна единственный бизнесмен города, который предложил какие-то конкретные варианты для конструкции данного фонтана. Поэтому это всяческие заслуживания поддержки. Но если говорить о втором варианте, то он, конечно, требует очень тщательной архитектурной проработки ансамбля в самой площади. Ещё раз хочу подчеркнуть ту мысль, что можно взять самые красивые изделия, но оно может не смотреться с точки зрения общей архитектуры. Поэтому, если не по фонтану, то, наверное, по другим окружающим каким-то объектам начиная с зелёной земли, заканчивая фасадами соседствующих зданий, можно будет рассмотреть о том, что всё размещение данного объекта. Ну, а так, идея хорошего бы. Поэтому, в течение времени желаем вам догадывающих творческих успехов. Ну, а дальше об этом посмотрим. Да, я хотела ещё добавить к этому проекту, то, конечно, я больше не хотела, чтобы она реализовалась. И хотела бы, допустим, чтобы этот проект был связан с городом, я бы предложила, допустим, там, что если осуществится этот проект, допустим, там, вместе с тем предложением, которое было до примарения, допустим, по этим выходить, там, я посылаю на себя обязательства, вместе с фармарией открыть какой-то фонд, который перечислит, допустим, пять процентов. По сбору средств, да? Да, да, да. Ну, и там, подумайте, что насос, допустим, чтобы площадь, допустим, там, его преобразовать, допустим, там, на то, что, допустим, может быть, допустим, там, какие-то проценты, допустим, там, в доме иболида или ещё куда-то. Отдельно какой-то фонд, на который, допустим, перечислить, допустим, какие-то деньги, допустим, прибыли в данном предприятии, и после этого, может быть, нашли ещё желание, допустим, прилепиться к этой желании. И тогда, допустим, получилось, что, допустим, начиная, допустим, с фонтана, допустим, и образовалась ещё, допустим, какое-то хорошее дело. Хорошо. Вы заглядываете далеко. Но это хорошо, наверное, человек, не имеющий большую идею, должны смотреть вперёд. Я хочу у нас немножко приземлить к тому, что мы должны рассмотреть данные конкретные предложения, которые сегодня ни у кого не вызывают отторжение. Но я думаю, что каждый понимает, что должны быть дальше пролаботка тех деталей, которые скажут быть этому проекту, или быть с точки зрения, начиная от архитектуры, заканчивая стоимость этого объекта, который может потянуть инвестор, в данном случае ЧП. Поэтому, как идея, она не вызывает никого вопросов, заслуживает всяческой поддержки. Так, уважаемые ученицы и советники? Так, да. Спасибо, Галина Дубриевна. Следующий вопрос о реконструкции такого объекта в комплексе с остановкой честного транспорта в улице Штэш-Машин-Машин. Спасибо.